Привет, друзья! Посмотрите, пожалуйста, вот эти кадры и скажите, кто, по вашему мнению, виноват в ДТП? Обочечник, двигающийся по главной дороге, или водитель машины, выполняющий маневр и не убедившийся в безопасности своего маневра? Давайте разберем ситуацию на конкретном судебном споре. Ссылка на данный судебный спор будет в описании и в комментарии к этому видео. Поэтому, если вам будет интересно, то зайдите и почитайте его. В 2018 году в городе Новокубишевск, Самарской области, водитель Сметанин В.Э. Выезжая из прилегающей территории на автомобиле Рено Сандера, не убедился в безопасности своего маневра и врезался в двигающуюся по главной дороге Фольксваген Поло. Но стоит отметить, что Фольксваген Поло двигался не по самой главной дороге, а, как это водится, по обочине главной дороги. Прибывшие на место сотрудники ДПС оштрафовали Сметанина на 500 рублей по части 3 статьи 12.14 КОПРФ. Сметанин В.Э. с таким штрафом не согласился и решил его обжаловать. Он обратился к заместителю начальника ГИБДД города Новокубишевска, но тот встал на сторону обочечника. После этого Сметанин пошел в Новокубишевский городской суд, но тот тоже встал на сторону обочечника. После этого Сметанин пошел в Самарский областной суд и тот тоже признал приоритет обочечника на дороге. И, наконец, Сметанин дошел до Верховного суда Российской Федерации, который своим итоговым решением встал на сторону Сметанина и раз и навсегда поставил точку в подобного рода спорах. Что же сказал Верховный суд? Он сказал, что водитель транспортного средства, движущегося по траектории, которая не допускается, ну, например, если он едет по обочине, либо во встречном направлении по дороге с односторонним движением, то такой водитель не имеет преимущественного права движения и у других водителей не возникает обязанность уступить ему дорогу. То есть, например, у водителей, которые осуществляют поворот, либо выезжают с прилегающей территории. То есть, говоря простым языком, движение по обочине является нарушение правил дорожного движения. И такая манера езды лишает водителя каких бы то ни было преимуществ на главной дороге. И Верховный суд указывает, что в случае ДТП с участием обочечника водитель другой столкнувшейся машины всегда будет невиновным. Но, полистав немного судебную практику на сайте Судакт, я обнаружил, что несмотря на пояснение Верховного суда Российской Федерации, до сих пор сотрудники ДПС в подобного рода спорах часто становятся на сторону обочечников. Если честно, я не понимаю, почему до сих пор обочечники правы, несмотря на разъяснение Верховного суда. Если вы это понимаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, почему же до сих пор так происходит. А если видео было вам полезно, то поделитесь им с друзьями и сохраните себе. Ну, всякое бывает, мало ли оно вам когда-либо пригодится, хотя не дай бог.